Панзер М10 Панзер М10 Короче говоря, если бы дали возможность покупать без вот этого оборудования всех слотов открытых, но допустим дешевле хотя бы на 500 голды, ну я бы считал эти предложения более интересными, ну а так далее, да и далее. Короче говоря, машинка не полностью, конечно, голая, но особо ничего там к ней в комплекте суперского не идет. Я же свою машинку получил вообще бесплатно, если знаете, на мобильном устройстве можно смотреть рекламу и за счет просмотра этой рекламы открывать контейнер каждый день. Короче говоря, вот из этого контейнера, на удивление мое, мне эта машинка и выпала. И вот поэтому мне сложно говорить 3,5 тысячи хорошо для этой машины или плохо. Вот когда вы на халяву что-то получаете, то вы, соответственно, имея цену в ноль тому предмету, который вы получили, воспринимаете по определению практически любую цену, которую будут озвучивать, за завышенную цену. Поэтому, ребят, мне сложно судить, 3,5 косаря для этой машины дорого или недорого. Я считаю, что недорого, хотя бы исходя из того, что это семерка. Но тут уже как бы на любителя, и кто со мной не согласен, обязательно отпишитесь в комментариях, напишите, какую цену адекватной считаете вы для данной машины. Единственная у меня просьба, обоснуйте, пожалуйста, свое мнение, то есть не просто написать, я считаю, что две тысячи. Ну окей, хорошо, но ты хотя бы скажи, почему там нет подвижности, нет брони там. Ну, в общем, короче говоря, напиши о каких-то недостатках, за счет которых ты считаешь, что должна была быть бы цена пониже. Я буду безумно благодарен, да и ребятам будет полезно. Итак, давайте будем смотреть. Первое, что необходимо посмотреть по данной машине, это ее подвижность. Я сейчас не поеду на линию СТ, потому что товарищ ЛТ, он спит. И от него, я так понимаю, толку особо никакого не будет. Вот что-то мне кажется, что Брой, в принципе, он как бы предначертан проигрышем, потому что если у нас КВ-2 залазит на гору для того, чтобы придумать себе приключение на корму, побыть ПТшкой в бою, ну блин, да. Ладно, ребят, чего имеем, того и имеем. Давайте так, по подвижности, скорость набирает не очень, но едет довольно-таки упрямо. Что касается плюсов, однозначных по данной машине. Однозначным плюсом по данной машине является суперская КД в 3,8 секунды и просто-таки офигенная точность орудия. Точность орудия просто-таки, просто зашкаливающая. Мне лично всегда нравилось. И вот за счет КД, за счет точности орудия и существенного маленького круга разброса, орудие отыгрывается просто идеально. Вот прям совсем-совсем. Я вот сейчас занял не очень хорошую позицию. Я так понимаю, что сейчас меня отсюда вынесут. Необходимо подождать, пока ребята немножко рассосутся по карте, потому что засветился и отхватываю как молодой. ХПшки осталось у меня, в принципе, не так уж и много. Придется сейвиться. От этого я никуда не денусь. Арл почему-то считает, что он должен постоять здесь, а не ехать на продавливание направления. Да, ну, брат, если не ты, то кто? Вот мне просто интересно, из нас двоих должен заняться этим. Вообще машинка броней не отличается, поэтому сразу рассчитывайте на то, что, может быть, вам будет везти отыгрывать как-нибудь от башни где-то на неровностях, но не более того. Так, ну что? ПТ-шка прячется, выхода у нее другого нет. Если повезет, я его сейчас, нет, не доберу. И сдается мне, что сейчас я сделаю глупость, когда начну выезжать на него как-то сам. Так, что там у нас? У нас есть Арл. Давайте в него поотбрасываем. Ой, блин. Вот в самый ненужный момент только успел пушку похвалить, и на тебе сразу облом неимоверный. С голды переключаться не буду. Все-таки в Арла выцелить так, чтобы его забрать. Прям сложновато, я бы сказал. Арл, что ж ты делаешь? Ну, поедь же ты хоть куда-нибудь, хоть что-то попытайся сделать. Чего ты стоишь на месте, брат? Если не ты, то кто? Ну, вот каким образом здесь отыгрывать? Да, что-то, честно говоря, вот просто не везет. Это вот вопрос не в качестве танка абсолютно, просто вопрос какого-то рода везений. Очень обломно, конечно, когда так получается. А еще очень обломно, когда союзники тупят. Ладно, каждый играет как умеет. Так, уже неплохо. А вот куда делась отсюда ПТ-шка? Мне вот просто интересно стало. Она же здесь была, значит, куда-то свинтила. А куда свинтила? Главное, с моим запасом ХП особо не поездишь по карте. Хотя, вроде бы, я должен светить. Так, вот она, ПТ-ха. Та, которую я потерял из виду. Но теперь ничего другого мне не остается, кроме как попытаться перекинуться, перезахватить точку Д. Не знаю, хватит ли мне подвижности. Арл, честно говоря, меня, блин, продолжает смущать и удивлять своим поведением в бою. Я лично не понимаю абсолютно, товарища, что он делает, а главное, зачем. Ну, ладно. Даже если проиграем, по крайней мере, посмотрели на машинку, посмотрели на орудие. Орудие, как я уже сказал, меня очень сильно радует. Оно очень приятное. Подвижности машинки не хватает. Вот это да. А так, в целом, уже даже бог с ней и с броней, все-таки СТ-шка особо там, ну, что к ней попридираешься, что ли. По поводу брони. СТ-шка она и не должна быть как-то имбово бронированная. Так, терять особо нечего. Поэтому придется ехать вот так вот наугад. Так, ну что? Надо с этим что-то решать. Решать особо нечего. Кроме как выносить товарищей, таким образом пытаться победить. Вариантов других нет. Я думаю, что Шерман Фаерфлай меня вынесет. Пробил. Ну, куда деваться. Готов. Так, теперь бежать, бежать, бежать. Однозначно бежать. И пытаться добрать следующего, если КВшник меня сейчас не вынесет. Разрыва увеличен. Он у нас на бревномете. Скорость перезарядки у него, я бы сказал, не алло. Но вот, время абсолютно не в нашу пользу. Итак, ребят, поражение. Не знаю, насколько плохо мы отыграли в этом бою. Но давайте посмотрим на результаты данной машины. Вот мы накосили 2250 урона. Два фрага, знак классности третьей степени. Что касается фарма, ребят, было поражение 21,5 тысяча. И, что касается результативности в бою, мы на первом месте в команде по урону. Теперь давайте смотрим тот результат фарма, который был. Это без учета премов там и так далее. То есть, вот чистый набив. Ну, правда, да. С учетом того, что нам дали знак классности третьей степени. Итак, ребят, давайте будем говорить откровенно. Однозначные минусы данной машины не очень хорошая подвижность. Вот подвижности машинки очень не хватает. И не хватает брони. Но это средний танк. Вот если отыгрывать от башни, то плюс-минус вот эта вот маска орудия, да, она довольно неплохо отыгрывает. Но пробивается, ну, как бы, башенка. Кто захочет, тот прошьет. Однозначные плюсы данной машины. Очень, очень классная КД, как для седьмого уровня, для среднего танка. И я бы сказал, очень, очень хороший ДПМ. Точность орудия просто шикарная. Пробития достаточно. Скорострельность в норме. Короче говоря, пушка – это однозначный плюс данной машины. Пускай альфа не сильно большая, но, ребят, ДПМ в 2500 на седьмом уровне – это стоящая цифра. Разброс, как вы видите, просто шикандосный. Время сведения вроде бы не сильно имбовый, да. То есть при разбросе в таком вот очень хотелось бы, чтобы и время сведения было меньше трех секунд. Но даже с таким временем сведения в три секунды танчик пушкой конкретно отрыгивает просто шикандосно. Брать или не брать за 3500 – решать вам. Я же попытался показать вам максимально честно данную машину. Ну а вы уже принимайте решение, хотите вы ее себе в таком виде или нет, особенно если вы такой по скилловости игрок, как я. А я не считаю себя суперскилловым игроком. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.